Еще недавно это здание пребывало в плачевном полуразрушенном состоянии. Здесь находилось педиатрическое отделение детской поликлиники номер 7. Как персонал медучреждения, так и пациенты пребывали в отвратительных условиях. После реконструкции все изменилось. Сюда вернулась амбулатория детской поликлиники, а также переехала амбулатория Центра первичной семейной медицины. По словам мэра, в коммунальные учреждения на работу стали переходить специалисты даже из частных клиник. По нормативам 900 деклараций должно быть у врача-педиатра. Не более того, у всех педиатров максимальное количество деклараций. Вернулись многие даже из частных поликлиник, когда увидели такие условия, созданные здесь. Вы видите, что ничем не отличаются они от частных медицинских учреждений. В первом кабинете врача-педиатра молодой специалист работает 4 года. Когда пришел сюда работать, до начала реформы и до начала подписания деклараций, зарплата была порядка до 5, от 2,5 до 4 тысяч гривен. Сегодня зарплата 17 тысяч гривен на руки. Медицинский комплекс будет обслуживать 30 тысяч взрослых и 8 тысяч детей, проживающих в историческом районе Одессы на Бугаевке. Местные жители отмечают, что такого учреждения здесь не хватало давно. Жители нашего района отмечают не только День Святого Николая, но и знаковое событие открытия медицинского учреждения, современного, большого, светлого, просторного, многофункционального. Раньше на этом месте стояла маленькая поликлиника детская. У нас в год обслуживалось до 8 тысяч детей. И помещения, площади недостаточно было для того, чтобы детям и мамочкам было комфортно. Сегодня мы видим современное медицинское учреждение, которое будет обслуживать и детей, и взрослых. И здесь будет оказываться квалифицированная медицинская помощь на высоком уровне с современным оборудованием. Реконструкция помещения обошлась в 19 миллионов гривен. Все деньги были потрачены из городского бюджета. Еще 3 миллиона пошло на необходимое оснащение. В медицинском комплексе на высоком уровне будет предоставляться весь спектр предусмотренных услуг, обещают в Горздраве. Семейный врач должен провести полностью диагностику предполагаемого заболевания. Для этого он полностью оснащен. Есть тонометр, есть глюкометр, есть отоскоп, автольмоскоп, есть ростомер, есть весы. И также для каждого врача есть все необходимое для того, чтобы поставить первичный диагноз. И если необходимо, если это какое-то сложное заболевание, отправить его на вторичный уровень. То, что касается детских врачей, то у нас работают в первичном центре как первичная помощь, так и вторичная. То есть вторичная помощь – это узкие специалисты. Сейчас идут работы по онлайн-подключению к Третьей городской клинической больнице для удаленной постановки диагноза. В Горздраве уверяют, что этот вопрос вскоре будет решен. Особое внимание уделили безопасности. Учитывая площадь медучреждения – 450 квадратных метров на одном этаже, для разделения потоков пациентов, детское отделение и семейную амбулаторию оборудовали отдельными входами и эвакуационными выходами. Все двери на пути выхода оснащены специальными ручками, обеспечивающими возможность разблокировки при закрытом замке. Здание оборудовано современной системой противопожарной защиты. Это был первый вопрос, который мы ставили при строительстве данного объекта. К сожалению, на тот момент, когда мы только запустили процесс строительства, согласование проектов, к сожалению, был случай в лагере «Виктория». И после этого, конечно, с большим вниманием относимся ко всем вновь создаваемым социальным объектам, медицинским, школьным учреждениям. Поэтому здесь учтены все последние новшества техники безопасности и пожаротушения. Здание оснащено пандусами и навесами для людей с ограниченными возможностями. В санузлах установлены расширенные двери и специальные поручни. Городские чиновники заверяют – услуги специалистов медучреждения будут доступны всем. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».